добрый день дорогие зрители православного канала экзегет с праздником вас христос воскресе в эти светлые пасхальные дни мы с вами продолжаем беседы о храме гроба господня и вот сегодня наш с вами рассказ пойдет о таком тоже весьма и весьма важным для православного христианина месте который именуется гора голгофа ну что что же это за горах вот один мой знакомый православный гид однажды возил на святую землю группу совершенно замечательных таких священников из западной украины и закарпатья которые привыкли жить среди гор которые в первый раз благодаря там какому-то вот местному своему благотворителю получили возможность приехать поклониться святыням иерусалима и вот всю дорогу стоило только им приземлиться в аэропорту бен-гурион сесть в автобус и направиться в сторону иерусалима как они уже начали теребить своего гида задавать задавать ему вопросы а где же гора голгофа видно ли ее отсюда а вот это еще не гора голгофа спрашивали они своего православного гида вот и как-то никак не могли понять что же это за гора в их представлении гора ну то там 8 километров в горку с горки что же это за такая гора голгофа который даже ниоткуда и не видно и действительно сейчас когда мы входим в храм гроба господня то гора голгофа предстает перед нами совсем не как какая-то такая высокая недосягаемая вершина нет это место в общем-то исполнена тоже скромности который был полон и распятый на ней спаситель но в древние времена действительно это была та самая лысая гора гора черепа гульгальта как ее называли евреи и то что было впоследствии в греческом языке переозвучено как голгофа и вот это было тогда когда в общем-то иерусалим еще был ограничен пределами того города по которому ходил господь наш иисус христос и уже за воротами непосредственно которого стояла высилось небольшое возвышение на котором казнили преступников впоследствии когда святая царица елена возводила строила здесь храм вернее сказать храмовый комплекс посвященный все вот этим священным для христиан событиям голгофа получила статус такого отдельного совершенно храма то есть вот в этом комплексе из трех храмов большого количества каких-то таких менее значительных часовен голгофа это был храм который назывался мартирион свидетельство и или мученичество и здесь находился и крест христов и по некоторым описаниям отдельно святая елена сохранила часть здесь именно той скальные вершины которая некогда была такой более-менее полноценный ну если не горой то по крайней мере каким-то таким каменистым холмом в пределах русалима впрочем значительная часть голгофской скалы была снесена еще во время строительство храма в честь венеры во втором веке когда это сделал императора или адриан ну а остальную часть для того чтобы как-то вместить эту дикую скальную гордую горную породу в пределы устрояемого святилища вынуждена была уже как-то ну а благородить и соответственно частично снести частично обчесать и святая равноапостная елена вилер вернее те строители которые выполняли свои работы под ее так сказать духовным каким-то руководством ну и под более таким непосредственным что техническим руководством местного правителя имя которого звучит несколько странно может быть для современного уха которого звали дракилиадус согласно свидетельству церковного деятеля и историка и в севе архиепископа кейсарийского и так гора голгофа это совсем не совсем по крайней мере то гора которая рисуется в представлении человека может быть готового действительно встретить гору ну или по крайней мере некоторую возвышенность то что сейчас мы называем это чем мы поклоняемся как святой голгофе это все-таки больше архитектурное такое какое-то сооружение это возвышение который находится при входе непосредственно в храмах господень храм гроба господня с правой стороны на современную голгофу сейчас ведут две лесенки одна вот непосредственно прямо как входишь так сразу направо ведут такие довольно крутые ступеньки а другая лесенка ведет на вершину голгоф и северной стороны сейчас голгоф это скорее такой каменный помост но в основании которого все-таки сохранилась еще подлинная настоящая каменная вот это скалистая скальная порода в которой когда-то и были установлены три креста спасителя сейчас современная голгофа разделена на две части на два предела в одной части основная собственно часть голгофа принадлежит православным грекам иерусалимского патриархата здесь как раз таки и стоит престол которому по ну принятым в иерусалимской церкви традиции могут в вовне богослужебное время прикладываться любые паломники любого даже и вероисповедания уж не говоря национальности но обычно православные христиане да и не только они встают на колени для того чтобы поклониться тому место которое находится непосредственно под этим престолом там такую вот серебряные чеканной звездой таким вот кругом из серебра отмечено место где как там написано греческом языке и на латыни стоял крест христов и где совершилось спасение всего нашего мира вот к этой святыне к этому ну отчасти символическому но от этого не теряющему своего духовного значения месту прикладываются сейчас христиане и здесь на святой голгофе совершаются богослужение православные греческой церкви ну по крайней мере в те моменты когда устав иерусалимской патриархии предписывает совершение литургии не на гробе господним а непосредственно голгофе это в первую часть все праздники так или иначе связанные с крестом это служба совершаемые в пятницу и в среду и также еще определенные периоды в которые типик иерусалимской церкви предписывать совершать литургию именно на голгофе когда-то голгофа принадлежала вот во времена всевозможных разделявших христиан смут и католикам и достаточно долгий период времени находилась в руках православных грузин но в то время кстати говоря от того времени даже сохранилась весьма примечательная такая кафедра которая когда-то стояла до голгофе и которая потом была перенесена в храм святого иакова русалимского которым мы скажем в какой-то другой из наших бесед и где даже сохранились надписи на грузинском языке но вот после установления статуса кво и после пожара 1808 года вот эта основная часть голгофы окончательно перешла в руки православных христиан архитектор николай камнин перестроил голгофу так что она стала несколько шире он пристроил к ней вот определенные части которые опоясывают ее с запада и с северной стороны и таким образом пространство голгофы стало несколько шире но и вообще она в значительной степени было перестроено к сожалению этот же пожар уничтожил и совершенно великолепные росписи и те прекраснейшие совершенно мозаики которыми была украшена святая голгофа во времена обладание ею крестоносцев византийские мастера выполнили для крестоносских королей в двенадцатом веке эту совершенно необычайную по художественным качеством мозаику с византийской иконографией но при этом с подписями на латинском языке на латыни как собственно это и практиковалось в основном при выполнении тех заказов которые делали латинские короли иерусалимовского королевства для украшения каких-то святых мест и храмов которые они возводили на территории своего государства вот этих великолепных совершенно фресок остался совсем совсем маленький небольшой такой фрагмент такая мандорова так называемая мандорова то в переводе с итальянского миндалина это такая вот вытянутая сфера в которой помещена фигура вознесения господа нашего иисуса христа если вы отойдете от православной части голгофы в южную часть который принадлежит католикам это католические пределы католическая голгофа встаньте прямо посреди этой католической голгоф и поднимите голову к верху то прямо над собою в центре свода вы увидите элемент вот этой древней византийско-крестоносской мозаики которая изображает вознесение господа нашего иисуса христа она довольно искусно вделано в те мозаики которыми были украшены своды уже во время тех поновлений которые которые были произведены католиками уже в двадцатом веке голгофа тогда была переустроена и ее католическая часть была благоустроена под руководством замечательного итальянского архитектора антонио барлуцци того самого который весьма много потрудился на святой земле и надо сказать отличался весьма прекрасным вкусом и вот то что делал старался все-таки делать в такой тут какой-то исторической традиции сохраняя достаточно бережно и благоговейно художественное наследие эстетические принципы искусства святой земли но тем не менее конечно все таки видно по этим современным мозаиком и росписям что это новодел что же касается тех фресок которыми украшена греческая часть голгофа то это греческое письмо середины девятнадцатого века и конечно не самому к сожалению лучшего лучшего качества зачастую и достаточно такое закопченное древний крест который когда-то стоял на голгофе и который был вытесен оттуда во время пожара 1808 года кстати говоря сохранился и находится в храме монастыря мужей галилейских малой галилеи на или он sky горе на вершине или он sky горе если кто-то заинтересуется вы можете посмотреть наш цикл бесед о святынях православного елеона и вот как раз таки там мы тоже упоминаем об этом изображении распятия с голгоф и которые теперь украшают алтарь храма воскресения христова в мало галилеи такой ну некогда загородной резиденции иерусалимских православных патриархов а что касается западной вот этой вот католической части голгоф и то сейчас она украшены и сразу бросается в глаза такая очень красиво по по крайней мере по меркам западного искусства выполненная скульптурная такой полу барельефное резное изображение божьей матери известное в латинском мире под названием стабад матери это начало распространенного такого вот гимна латинского цикла страстной седмицы по первому словам стояла матери гимна посвященного скорби при святой богородице у креста и сейчас она занимает свое место с правой стороны от места распятия господа иисуса христа это примечательное изображение было когда-то подарено на голгоф 18 веке португальской королевой марии 1 а престол на котором она установлена был привезен и установлена голгофе в 16 веке герцогом фердинандом тосканским и на самом деле множество вот таких каких-то деталей и черт которые отражают многовековые и относящиеся к разным народом и традициям вклады и знаки почитания с этих мест которые направлялись сюда часть из них погибла часть сохранилась до нашего времени и все эти предметы должны были так или иначе выразить благоговение христиан всего мира перед тем великим событием которое совершилось на святой голгофе но для нас с вами может быть намного более примечательным являются не какие-то вот такие внешние украшения голгофы сколько-то ее часть который сейчас скрыта под стеклом но вполне доступна взору это действительно подлинная часть вершины голгофской скалы через которых более того проходит трещина о которой упоминается в евангелиях страстных евангелиях где говорится о том что и скала голгофская расселась надвое с этим кстати говоря но связано и и воспоминанию вот об этих событиях посвящена и нижняя часть голгоф и как мы говорили голгоф и сейчас это такой высокий каменный помост но что мы найдем если спустимся вниз так сказать на первую наземную часть вот этого священного комплекса голгоф и которую католики также называют словом кальвари и так спустившись вниз мы обнаружим проход который ведет под ну вот такую вот южную часть голгофы и в ней находится небольшая и практически лишенная каких-либо украшений часовня адама здесь также за стеклом можно видеть часть той же самой голгофской скалы через которую проходит та же самая трещина которую мы видим на ее вершине частично этой часовне конечно придана современная форма византийскими строителями мартириона и их тонкие кирпичи которые назывались плинфы также можно видеть в той части кладки которая доступна взору в этой часовне адама отчего и почему эта часовня посвящена нашему с вами праотцу ну вы можете вспомнить довольно часто встречающиеся изображение когда на распятие иисуса христа внизу ниже подножия у креста помещается изображение черепа и скрещенных костей ну или просто черепа в православной иконографической традиции иногда даже они помещаются такими буковками г а глава адама согласно одному из древних таких иерусалимских преданий кости праотца адама были перенесены на это место и захоронены на голгофе царем салима то есть иерусалима праведным мелхиседеком тем самым который когда-то встречал здесь праотца авраама сделан это по особому такому внушению божию как сообщают иерусалимские предания потому что провидел то что на этом месте произойдет и когда господь наш иисус христос был распят голгофская вершина расселась на части и кровь спасителя а мыло кости праотца адама таким образом смыв с прародителей человечества тяготевшие над ними вот тот самый первородный грех грех совершенный когда-то еще в раю и сделавшийся причиной изгнания из рая человеческого рода и его последствующих заключений и страданий вплоть до искупления человека и потомков адама и его господом нашим иисусом христом ну конечно это такая очень поэтичная легенда которую мы не встречаем ни в евангелии не в каких-то других именно канонических источниках но тем не менее вся история иерусалима и у святынь полна каких-то вот таких поэтических преданий легенд которые создают такое вот совершенно неповторимое какое-то такое придают очарование и сообщают такой неповторимый совершенно духовный аромат вот той атмосфере которая эти святые места окружает ну помимо всего прочего ассоциация с праотцом адамом она здесь еще имеет место и потому что когда-то вот это часовня являлась усыпальницей местом погребения где нашли свое последнее пристанище практически все иерусалимские короли эпохи крестоносцев здесь были погребены и готфрид бульонский и балдуин 1 балдуин 2 дальше уже правда окружающим голгофу пространстве были захоронены их наследники фулька анжуйский балдуин 3 балдуин 4 и даже младенец короля балдуин 5 который погиб буквально при самом уже наступление крушение иерусалимов последний уже год перед тем как рухнуло иерусалимское крестоноское королевство его гробница стояла в иерусалимском храме до начала 19 века на ней даже можно было прочесть начертанные на латыни письмена находилась она правда уже в пространстве того самого кафоликона о котором мы говорили в прошлое нашей передачи то есть соборного храма и там даже были изложены на этой гробнице такие незатейливые стихи о том как юный младенец король балдуин которому было может быть всего там около пяти лет переселился в райские обители где теперь радуется и наслаждается но все эти королевские погребения были уничтожены и пожаром 1808 года и последовавшие за этим перестройкой поскольку по установившемуся статусу кво и кафоликон и голгофа теперь полностью цико целиком принадлежали православным грекам то они постарались изгладить из из памяти гроба господня любые упоминания о латинском владычестве крестоносов над иерусалимом их рабом гроба господним владычеством которое не сулило не несло православным грекам ничего хорошего и поэтому все вот эти надгробные плиты были убраны с их мест и теперь только вот мы с вами посетители гроба господня те кто озаботился вникнуть в его историю знаем что когда-то они занимали здесь те или иные места есть правда предположение что сейчас эти плиты с королевских гробниц сделаны в стену расположенную прямо напротив голгофы над диванчиком на котором обычно сидит турецкий или арабский смотритель храма гроба господня относящийся к одной из тех семей которым доверенные ключи от храма гроба господня он там сидит так довольно лениво в течение дня попивает кофе ведет какие-то разговоры с многочисленными посетителями и знакомыми а за его спиной зияет та самая задвинутая в стены древность и память некогда славных королей иерусалимского латинского королевства но это не единственное место которое мы с вами обнаружим если зайдем под голгофу под южной частью голгофы находится еще одно довольно большое помещение куда ведут двери которую большая часть времени заперты но если прийти туда приблизительно в середине дня или во время вечерней или же после окончания православного ночного богослужения на голгофе ли у гроба господня вы найдете двери открытыми вот это первое такое просторное помещение в котором мы оказываемся за этими обычно закрытыми дверями это офис или канцелярия сканцелярия скева филакса хранителя сокровища другими словами ризничего храма гроба господня его такого мужской администратора хотя на самом деле является архиепископ иерусалимской патриархии но чаще всего там сидит какой-нибудь простой монах который принимает записки у посетителей у него можно кстати говоря заказать литургию на гробе господнем и тогда вы будете допущены до этого богослужения и по вашему заказу ну за определенное пожертвование а вас и ваших родных непосредственно гробе господнем какой-то из архиереев русалимской патриархии отслужит вот такое персональное богослужение на который будет допущены вы ну и все остальные кто поживает на это богослужение прийти здесь после ночного богослужения вы можете подкрепить свои силы чашечкой кофе там или холодной воды хотя бы здесь вас могут угостить какими-то сладостями многие посетители храма гроба господня просто об этом не знают а на самом деле можно прийти и вот провести какое-то такое время дать отдых ногам выпить чашечку кофе там или воды вкусить сладости подкрепить свои силы и отправиться туда где вы проводите свой ночлег после ну чаще всего достаточно продолжительной утомительной службы на гробе господней или на голгофе а непосредственно к этому офису скилой скилой филаксом примыкает еще более примечательное помещение которое является ничем иным как реликварием то есть местом где хранятся мощи и многочисленные святыни которые иерусалимский патриархат выставляет для всеобщего почитания и поклонения сразу же в первую очередь вас встречает икона святых равноапостольных императоров константина и елены стоящих рядом с крестом составленным из подлинного древа креста христова это та частица креста господа нашего иисуса христа на котором был распят которая сохранилась в урсалимской церкви и которая выставляется ею для ежедневного поклонения и почитания есть другие еще более крупные частицы но они хранятся в особом месте и выносятся только в такие ну наиболее важные празднование креста для всеобщего поклонения а вот к этой иконе к этой части креста христовому вы можете поклониться любой момент как только будут открыты двери реликвари дальше по всему периметру стен расположены витрины в которых но просто какое-то неисчислимое непередаваемое количество святынь выложено всевозможных святых среди которых например целиком хранится глава преподобного феодосии великого кеновиарха а также мощи ну просто огромного количества самых разных святых как древности так и уже относительно недавних дней облегчает молитвенное поклонение им то что еще в 19 веке над каждой святыни размещена на особой такой табличке вделанные в стену надпись которая говорит о том кому именно принадлежат эти мощи эти святыни надпись это сделано по обычаям тогдашнего времени середины 19 века на греческом французском и русском языках но французский язык то язык тогда оставался линго франкой языком международного общения греческий естественно признание предназначался для грекоязычных паломников ну а русских паломников тогда до и до недавнего времени на святой земле было большинство и они были самые любопытные и хотели знать к чьим именно мощам они прикладываются поклоняются все время задавали вопросы и чтобы не беспокоить почтенных служителей патриархии для их удобства были над каждой святыни размещены подписи в том числе и на греческом языке еще в старой дореформенной дореволюционной орфографии со всеми я теми иерами прочими и и драгоценными и прекрасными признаками и так вы попадаете вот в это удивительное совершенно место как такой цветник святыни и голгофа дарит вам сразу множество таких необычайно важных и богатых воспоминаний и переживаний вы можете перечесть главы святого евангелия посвященного страстям христовым которые особенно проникновенно воспринимаются на вершине вот этой голгофской горы которые как мы говорили сейчас уже не совсем гора скорее а такая особая часть храма вы можете вспомнить про отца адама под него сводами под сводами часовни адама можете припомнить иерусалимских королей если они придут вам на память тоже были личности в определенных смыслах примечательные и окунуться вот эту совершенно священную благоуханную в то же время уютную атмосферу офиса патриархии и реликварии в котором вашему благоговейному поклонению предоставлено такое множество святынь и такая возможность победуть святых чьим мощам вы поклоняетесь в своих молитвах вспомнить их житие и лишний раз порадовать свою душу общением с величайшими праведниками всех веков христианства честные святые останки которых заботливо собраны здесь под горой голгоф и непосредственно в близости от вот такого символического погребения главы адама под как бы под ножем того самого креста на котором за них и за нас всех распялся господь наш иисус христос и всех и святых и грешников ныне зовет за собой в царство своего светлого воскресения в царство небесное христос воскресе с праздником дорогие зрители православного канала экзегет ну а о других каких-то таких примечательных уголках и святынях иерусалимского храма воскресенье мы с вами побеседуем даст бог в наших следующие встречи других выпусках наших бесед внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и